Новости в эфире АЭСТО в студии Мадина Халикова. Здравствуйте! И сейчас коротко о главных темах выпуска. Новости в эфире АЭСТО в студии Мадина Халикова. Новости в эфире АЭСТО в студии Мадина Халикова. Новости 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 в студии Мадина Халикова. В них разные люди рассказывают о том, что на улицах городов незнакомцы предлагают прохожим понюхать духи. По словам авторов, после этого у вдохнувших поры появляются признаки отравления. Полиция опровергла распространяемую информацию. Она не соответствует действительности. Ведомство призывает граждан критически относиться к такого рода сообщениям. Подозреваемого в мошенничестве жителя Усть-Кута задержали усть-елемские полицейские. Драма между городами разродилась еще осенью прошлого года, когда усть-елемчанку привлекло сообщение о быстром заработке. На объявление женщина откликнулась, после чего ей позвонил незнакомый мужчина и предложил несколько вариантов получить доход без особых усилий. Однако же слишком поздно женщина из северного города поняла, что стала жертвой мошенника. Ведь при попытке вывести средства услышала множество отговорок. Оперативникам отдела Усть-елемские удалось выйти на след на одного из злоумышленников. Его задержали в Усть-Куте. Возбуждено уголовное дело. Данный заработок заключался в получении на принадлежащие мне банковские карты и счета денежных средств, полученные мошенническим способом в различных суммах. После чего я конвертировал эти денежные средства в цифровую валюту биткоин, который впоследствии переводил на биткоин кошельки мошенников. А за проделанную работу оставлял себе процент. Несмотря на то, что задержанный понимал незаконность своих действий, прекратить сотрудничество с мошенниками он не спешил, за несколько месяцев мужчина перечислил с насчета у соучастников около 15 миллионов рублей. В первый день весны начали действовать новые правила противопожарного режима. Изменения опубликует региональный МЧС. Так, увеличена ширина минерализованных полос и должна составлять не менее 1,4 метра от строения до леса. Сжигать сухую траву на своих земельных участках можно будет на расстоянии не менее 15 метров от построек. Кроме того, упрощены требования пожарной безопасности при сжигании мусора и приготовлении пищи на открытом огне на приусадебных участках. Мангалы разжигать можно, но на расстоянии более 5 метров от дома. С сегодняшнего дня нельзя устанавливать лухие решетки на окнах подвалов, где находятся аварийные выходы. Запрещено загромождать эвакуационные пути. Также при использовании хлопушек и бенгальских свечей больше не нужны специальные инженерно-технические мероприятия. Теперь в правилах противопожарного режима есть требования об установке автономных дымовых пожарных извещателей в жилье многодетных семей и граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Также с сегодняшнего дня в Иркутской области открыта навигация на реке Ангаре, но только для маломерных судов. Однако же сотрудники центра ГИМС напоминают о рисках, которые следует учитывать перед выходом на воду ранней весной. Опасные ситуации могут спровоцировать погода, порывистый ветер. Также судоводитель обязан содержать свой транспорт в исправном состоянии, чтобы избежать поломки в открытой воде и возможного несчастного случая. На борту должно быть не менее двух весел, навигационные приборы и средства связи. Каждый должен быть в спасательном жилете. Требования безопасности на воде нужно соблюдать неукоснительно. С 1 марта в правила дорожного движения внесли поправки использования средств индивидуальной мобильности. К таким относятся электросамокаты, гироскутеры, сигвей, моноколеса и другие. Водительское удостоверение по-прежнему не требуется, но введены ограничения по скорости и области передвижения. Разрешенная максимальная скорость не более 25 километров на велосипедной и пешеходных зонах. В отсутствие определенных мест для колесной прогулки можно двигаться по обочине, но только пользователям старше 14 лет. Также необходимо наличие на транспорте исправных тормозов, светоотражающих элементов и звукового сигнала. Теперь правилами установлена строгая иерархия мест, где разрешено движение на средствах индивидуальной мобильности. По мере убывания возможности использования тех или иных мест это будут. Сначала велосипедная инфраструктура. Если ее нет или движение по ней невозможно, то это пешеходная инфраструктура. Если ее нет и движение по ней невозможно, то передвигаться необходимо по обочинам. Салон нижнего белья «Люмери» Это настоящий бельевой оазис, а подарочный сертификат станет идеальным презентом для любимой девушки, мамы или подруги. Нежные и яркие комплекты нижнего белья ждут вас в салоне «Люмери». В радуге звука в дни открытых дверей. Только с 14 по 15 марта. Скидки на отдельные модели слуховых аппаратов до 30%. Запись по телефону в Иркутске 29 11 94. Поздравления и благодарности зоны спецоперации в свой день рождения получил мэр Черемхова Вадим Семенов. Видео от военнослужащих он опубликовал в своем телеграм-канале. Солдаты с передовой шлют привет шахтерскому городу и его жителям. Искренне говорят спасибо за гуманитарную помощь, которую доставляют прямо к линии соприкосновения. Тронут до слез, комментирует послание Вадим Семенов. Получили очередную вашу гуманитарную помощь. Приехали на передовую. Вот здесь находятся ребята, мобилизованные с разных регионов. Дагестан, Волгоград, Иркутская область. Достали очень благодарны за оказанную гуманитарную помощь. Также от лица бойцов 70-го полка хотели поздравить вас с днем рождения. Пожелать сибирского здоровья, кавказского долголетия. Флаг вашего города находится здесь, повесили. И эта позиция, Вадим Александрович, будет вашей позицией. Позиция города Черемхова. Скоро новоселье праздновать будут. 92 семьи получили свидетельство о праве на соцвыплату для покупки собственных квадратов. Все они стали участниками программы «Молодым семьям. Доступное жилье». Подробности в сюжете. Семья. Словечко странное, хотя не иностранное. Как слово получилось, не ясно нам совсем. Вот я, мы понимаем, а почему их всем? Разгадка незатейливого детского стиха совсем рядом, буквально за спиной. 92 семьи. У всех своя история, пройденный опыт. Однако же сегодня их объединяет общая радость – приближение новоселья. Губернатор Игорь Кобзев вручает свидетельство о праве на соцвыплату для покупки жилья. 92 семьи из 13 муниципалитетов региона смогут купить или же сами построить заветные квадраты. Все благодаря программе «Молодым семьям. Доступное жилье». Среди участников была семья Берсеневых. Андрей и Елена сейчас живут в Иркутском районе и переезжать из него не собираются. Хотят купить дом в Марково. Остаться в районе желает и семья Батуевых. После пожара в 2020 году от дома ничего не осталось. Тогда и обратились за поддержкой государству. В 2020 году у нас загорел дом. Мы не вставали ни в какую программу, и тут решили встать. Иркутский район. В течение двух лет мы прошли все процедуры программы и получили свидетельство. Спасибо большое всем. В этом году на помощь претендует 461 семья из 35 муниципалитетов. На эти цели в бюджетах всех уровней предусмотрено 572 миллиона рублей. Понимаю, что для многих это жизненно важно и необходимо. Только надо порадоваться за всех. Мы в этом году 461 семью будем так обеспечивать. У нас очередь более 4000 человек, поэтому есть над чем работать. Но, по крайней мере, в бюджете следующего года это финансирование все сохранено. Оно, знаете, определено красными линиями. Поэтому мы видим, что это нужно, необходимо нашим жителям. Действие программы продолжается до 2025 года. Поэтому счастливых новоселов с каждым днем в Иркутской области становится больше. Мадина Халикова. Новости сейчас. Более 7 миллионов рублей направил Социальный фонд России по Иркутской области на оформление электронных сертификатов для людей с инвалидностью. Воспользовались этой возможностью люди для приобретения тех средств для реабилитации, в том числе коляски, протезы, слуховые аппараты, костыли. Это только с начала года. Итоги работы за первый квартал объединенного ведомства подвели сегодня на пресс-конференции. Там же отметили, что на санаторно-курортное лечение в первом полугодии направят 80 миллионов рублей. Оформить их можно, обратившись в территориальный соцфонд. В целом же гораздо удобнее получить услуги через интернет-портал. Также сертификат можно оформить, не выходя из дома, через портал госуслуг. В этом случае достаточно просто заполнить заявление в электронном виде на портале госуслуг. И обязательно указать номер банковской карты МИР нашей платежной системы. Оригинальное отделение фонда в течение пяти дней оформляет электронный сертификат. По всем вопросам можно обращаться по новому номеру, который вы видите на экране. Виртуальный помощник или оператор ответит на самые актуальные вопросы. Сахарница 19 века пополнила коллекцию архитектурно-этнографического музея Тальцы. До этого она много лет хранилась в доме уркутянки Татьяны Шериховой. Экспонат уже внимательно изучили хранители фонда. И совсем скоро предмет чайной посуды пополнит одну из экспозиций. Какую именно, расскажет Александр Гаврилов. Я просто и не знала, что у меня такая сахарница, такого старинного, старинных годов. Эта часть древнего сервиза досталась Татьяне Шериховой от родной тети. Иркутянка даже не представляла ее ценность, пока однажды не побывала на экскурсии в художественном музее. В одном из его залов женщина увидела знакомый экспонат. И вдруг вспомнила, что подобная сахарница с более чем столетней историей есть у нее в серванте. Несколько лет Татьяна даже пользовалась ей. А спустя время решила передать навечное хранение в архитектурно-этнографический музей. Поехали на экскурсию на Байкал. И заехали в Тальцы. Я и подумала, почему бы сюда. Вот там смотрю, вещи старинные, думаю, может быть и здесь тоже пригодится. Ну и значит это... И с 2005 или 2006 года я все собиралась. И вот наконец опять экскурсия. И я подумала, думаю, надо бы ее все-таки отдать. Сахарницу конца 19 века в Тальцах приняли с удовольствием. Совсем скоро она украсит экспозицию по истории чайного пути. А перед этим ей предстоит пройти необходимые процедуры и получить инвентаризационный номер. Трибутировать ее достаточно сложно. Ну не так просто, потому что у нее нет клейма. Но мы предполагаем, что это Мальцевский завод, который вот сейчас называется Дядьковский завод в настоящее время. Они выпускали подобную продукцию в свое время. Это прозрачное стекло и здесь выполнена ручная роспись. То, что вы здесь сейчас видите, это предметы буквально в ближайшие дни нам принесли. Вот такие интересные открытки. У нас в коллекции таких не было. Вот такие вот объемные, интересные. И вот еще такая вот одна интересная открытка. Она вот такая вот тоже объемная сделана. И причем интересно, что вот адресат свои фотографии здесь помещает. В фондах музея хранятся более 36 тысяч экспонатов. Исторические ценности сюда поступают со всей страны. Недавно коллекцию пополнили древними полотенцами, куклами конца прошлого века, а также старинными предметами сервиза. Очень много иркутян к нам несут, несут и несут экспонаты. Не только 19-й век, не только 20-й век, но и буквально 70-е годы прошлого века. Вот мы пополняем и это время. Руководство музея всегда с благодарностью относится к каждому, кто помогает ему куда значительнее рассказывать и показывать историю наших краев. Это пригласительный билет на целую машину. Вот сколько там сидят, столько могут каждый день ездить, оккультуриться в течение года. Александр Гаврилов, Константин Синицын. Новости сейчас. Немного о спорте. Чемпионаты первенства Сибири по спортивной аэробике впервые пройдут в Иркутске. Они стартуют уже в эту пятницу в Байкало-арене. Участие подтвердили более 100 человек со всех регионов федерального округа. В состав команды при Ангаре вошли спортсмены областной школы Олимпийского резерва «Спарта», воспитанники Саянской секции и 5-й Дю США Иркутска. По итогам соревнований сформируют участников чемпионата и первенства России по спортивной аэробике. Эти турниры в марте состоятся в Екатеринбурге. Я же на этом сегодня с вами прощаюсь и увидимся завтра.